В Тверской академической областной филармонии многолюдно и шумно. В последний день осени здесь собрались самые одаренные юноши и девушки Верхневолжья. Даже в фойе талантов яблоку негде упасть. Презентация ста стипендиатов губернатора Тверской области и десяти лауреатов премии губернатора еще раз подтвердила, регион богат на молодые дарования. У нас много молодых талантливых ребятишек. Нам бы хотелось, чтобы вот эта система мотивации, которую мы используем, дала возможность обратить внимание на большее количество дарования талантов, которые сегодня есть. Александр Бегунов играет на балалайке уже 4 года. Он пошел по стопам деда. У меня дедушка занимался балалайкой 46 лет. Он был виртуозом и играл в оркестре. Парень уже достиг серьезных успехов и расставаться с любимым инструментом не собирается, даже если в будущем изберет другую профессию. Я думаю, что балалайка – это будет мое хобби. И даже когда я заканчиваю школу, я буду ходить туда много-много раз. Александр Румянцев – аккордеонист-народник из Ржева. Он занимается музыкой уже 8 лет, а о своем аккордеоне говорит, как о настоящем друге. Он мне многое дал. Я познакомился со многими людьми. Он принес очень много положительных эмоций в мою жизнь. Мне нравится заниматься. Хочу дальше поступать в училище Тверское. Впрочем, среди стипендиатов не только музыканты. Номинаций – 10. Например, Всеволод Митрофанов из Вышнего Волочка на протяжении 5 лет занимается театральным искусством. В будущем он хочет стать знаменитым артистом. А пока готов продемонстрировать свой талант в любую стекунду, совершенно без подготовки. А я знаю, что делать. Если на меня нападет тигр, крокодил, ну или вообще какой-нибудь другой хищник, я скажу, мы с тобой одной крови, ты и я. И любой зверь сразу станет добрым, ласковым, ну и в любом случае не съест меня. Никита Суханов – единственный стипендиат в номинации кино и видеоискусства. Он старается не заглядывать в будущее, а наслаждается сегодняшним днем. В основном мы снимаем фильмы, но иногда и делаем какие-то новостные передачи, снимаем репортажи. Все-таки больше тяги именно к игровому кино. В любом случае я хочу надеяться и верить в то, что я в дальнейшем буду заниматься только тем, что мне нравится. Еще один губернаторский стипендиат, который оказался единственным в своей номинации – Александра Белова. Из Тверского промышленно-экономического колледжа. Только в нем на территории Верхневолжья выпускают модельеров. Девушка уже решила, что именно с моделированием одежды будет связана ее жизнь. Если в целом, то я шью. Но туда входят многие моменты – конструирование, моделирование, уже потом отшив. Мне бы хотелось открыть свое дело, ателье, допустим, какое-нибудь, и создавать красивые вещи. Татьяна Виноградова была губернаторским стипендиатом два года назад, а теперь она стала одним из десяти лауреатов премии губернатора Тверской области. Девушка занимается цирковым искусством. Это хобби, которое перешло в работу. Я раньше занималась спортивной акробатикой, и потом поступила в Тверской колледж культуры на специальность цирковое искусство. Влюбилась в это дело, мне это начало нравиться. И сейчас я являюсь преподавателем в колледже культуры на специальности у себя. Отвечаю, так сказать, за всю воздушную гимнастику в нашем колледже. Все стипендиаты и лауреаты премии губернатора Тверской области получили заслуженные дипломы и овации переполненного зала. Ребята благодарны своим преподавателям за подготовку, а главе региона Игоря Рудени за поддержку. Они считают, что помощь талантливым людям очень нужна. Всему нужна поддержка, особенно творческим людям. Они обычно люди ранимые, они хотят заниматься тем, чем они занимаются в дальнейшем, но не всегда может получиться. Поддержка, естественно, она очень важна, потому что каждый сегодняшний стипендиат или премиант, они знают, что они не зря работают. Я думаю, что поощрение талантливых детей имеет очень большое значение. Помогает поверить в себя и в свои силы. 100 губернаторских стипендиатов будут получать выплаты от 1100 до 1500 рублей ежемесячно, а 10 лауреатов премии губернатора получат единовременно по 7500 рублей. Завершилась презентация ярким концертом юных дарований Верхнего Лжи. Юрий Бумбур, Виталий Осипов, ТВ «Тверь». Юрий Бумбур, Виталий Осипов.